Уже сравнили Москву и Кемерово, уже сравнили Москву и Новосибирь, сегодня мы сравниваем Москву и Петербург. Мы, два эксперта, которые жили в Москве, живут в смысле три года и жили в Петербурге четыре, расскажем о своем мнении, что где лучше или что где одинаково. Поехали! Друзья, начнем с самого важного, с красоты городов. Смотрите, здесь тоже есть усадьбы, как и в Петербурге, есть тоже красивые исторические здания. Сейчас пройдемся по улице, посмотрим. Вот такие симпатичные здания, чем-то напоминающие Петербург, есть в центре Москвы. Собственно, как и Питер, он красивый такой, только в центре. А выезжаешь, например, в московский район в Петербурге, там уже такие бизнес-здания. Кусочек Петербурга в Москве. Идем в сторону Кремля, сейчас будем как раз смотреть и сравнивать центр Петербурга с центром Москвы, все просто. Что вообще с погодой в Москве? В Москве, конечно, не такая высокая влажность, как в Петербурге. Зимой немного холоднее и летом немного жарче, да? То есть климат больше такой разный, зимой холоднее, летом жарче, сезоны... Континентальные, рассказываю. Сезоны ярко выраженные. И в Питере он более мягкий, как говорят петербуржцы, круглый год 7 градусов тепла. Да, в Москве, конечно, нет такого изобилия каналов и мостов. Да, здесь есть несколько каналов, Москва-река и все. Да, Петербург выигрывает в этом отношении, плюс Петербург. Недвижимость в Москве, все знают, она сильно дороже. И Петербург выигрывает в этом смысле, потому что недвижимость точно в два раза дешевле. И разнообразие квартир, как в Москве и Петербурге, огромное, но цены в Петербурге сильно дешевле. Петер выигрывает еще один балл. Ну, конечно, почему же не сказать о людях? Юля, что ты думаешь? Я так и знала, что спросишь. Какие люди в Петербурге и какие в Москве? Это сложный вопрос, требующий. Это сложный вопрос. Попытка номер три. Это сложный вопрос, требующий отдельного видео, потому что люди реально совершенно разные. А я бы на этот вопрос ответил так. Люди, конечно, разные. В Петербурге люди в основном много местных. Петербургцы, петербуржцы любят Петербург. В Москве живут в основном приезжие, местных здесь нет. Все куда-то рвутся, стремятся, желают заработать. То есть такое движение, все очень активно и прогрессивно. В Петербурге все никуда не торопятся. В основном люди живут размеренной, хорошей жизнью. Честно говоря, сегодня я ощущаю себя как в Питере, потому что ветрища. Мерзкая. Мерзкая ветрища, которая постоянно в Петербурге. Прям вот, в принципе, глаза закрыты, я в Питере. Юля не зря так говорит, потому что в Петербурге на самом деле ветер дует постоянно. И это ужас. Бывало, мы выезжали куда-то на природу, было тепло, приезжали. А там задувал такой холодный ветер, чтобы хотелось просто разворачиваться и ехать домой. Что можно сказать про движение? В Москве, конечно, движение сильно интенсивней. Но люди здесь едут по дорогам более выдержанно, более порядочно. Как водитель, который много лет провел, много лет, 4 года был за рулем в Петербурге и сейчас в Москве за рулем. Скажу, что в Москве проще водить, вот прям намного проще. Потому что все порядочно ведут себя на дорогах. Много камер на дорогах, много дорожных знаков. Люди боятся нарушать штрафы большие. В Петербурге камер меньше намного. И поэтому люди больше нарушают. С нашего опыта у нас сложилось впечатление, что по зарплатам, зарплаты, внимание, все попкорн взяли и слушают. По зарплатам мы не знаем на самом деле абсолютных цифр. Но есть предположение у меня лично, что где-то 50% разницы. То есть в Москве люди на той же должности получают на 50% больше. Кстати, курьеры. Везде курьеры катаются на велосипедах с подобными желтыми и зелеными чемоданами. Вы можете посмотреть. Вот в правом углу сейчас появится ссылка на видео Кемерово и Новосибирск. Друзья, по поводу солнечных дней. На самом деле в Питере их очень мало, а в Москве их вообще тоже нет зимой. В Москве ничем не лучше, поэтому поровну по нулю и тому, и другому городу по минусу. Гостиный двор есть и в Питере, и в Москве. Это ни плюс, ни минус. Просто интересный факт. На самом деле тот и другой город очень красивый. Да, если взять центр, то города на самом деле очень красивые. Москва, она уникальна. Петербург тоже уникальный, европейский город. Красота. За эти три года в Москве мы обратили внимание, что развита очень транспортная доступность. Можно поехать на трамвае, автобусе, под землей на метро. Пожалуйста, любые варианты. И все очень организовано и налажено. Здесь, как всегда, народу очень много. Зимой, летом, вечером, утром, днем всегда народу очень и очень много. У нас есть отдельное видео, как Юля испытывает здесь гум-каток. Обязательно посмотрите там в профиле, поищите. Мы, когда переехали, обратили внимание на один серьезный минус для Петербурга, что в Петербурге все улицы переполнены, но не все, а центральные. Центральная? Одна, Даневский проспект. В Москве много красивых улиц, и людей на них всегда мало, свободно, комфортно. Потому что мало людей, потому что они рассеиваются, туристы рассеиваются, потому что улиц для прогулок красивых таких, с достопримечательностями гораздо больше в Москве. Юля очень сильно хочет рассказать, в чем разница между Петербургом и Москвой в разрезе обучения школьников, но это будет отдельное видео, она обязательно... И детские сады, школы, и детские сады тут совершенно разные. Хотя бы, к примеру, что дневники в Москве электронные, а в Петербурге ребенок ходил с обычным бумажным дневником. И не только в этом различаются школы, про это я сделаю отдельное видео, потому что оно будет длинным. Следите и подписывайтесь. Сколько много народу суббота сегодня, все вышли гулять. Перенеси кадр вон туда, вон туда. Россия! Россия! А, так здесь Владимир Владимирович стоит с охраной. Все как полагается. Метро в Москве, это, конечно, огромный плюс, это отдельное государство, где вы можете с любой точкой города попасть в любую точку города. Очень быстро. Ну, бывает, сейчас пик, это минус. Я хочу сказать, что когда мы переехали с Петербурга в Москву, я спустилась в московское метро, я, честно, я просто офигела. Я спустилась и вышла. Я поняла, что в сравнении с Питером, это супер-огромное метро. И там сложно разобраться. Сейчас, конечно, привыкла. Мы забыли совсем сказать про воздух, да? В Петербурге какой воздух? Свежий, с залива, чистый, приятно дышать. В Москве? Загазованный. А еще запах в метро. В Петербурге пахнет метро таким, как болотом. Но это понятно и это нормально для Петербурга. А в Москве хорошо? Ну что, Москва или Петербург, выбор остается за каждым. Везде свои плюсы и минусы. Там, где больше, наверное, платят и лучше работа, семья, близкие. Там и лучше жить. В любом случае, какие вопросы у вас есть? Мы опытные жили. И в Петербурге, и в Москве жили. А сами вообще из Сибири понаехали. Ответим на все ваши вопросы. Кто хочет переехать в Москву или в Питер и решает прямо сейчас, пишите в комментариях, ответим на все вопросы. Всем пока, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok